МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, вот такая вот необычная, нерадостная новость сейчас поступает нам с западных СМИ. Европа готовится вести пошлины против российского, белорусского зерна. Это, конечно, все санкционная история. Но вот есть риски и для нас, получается, так. Как электроаналитики высказываются, что сильно это ударит по нашим фермерам, зернотрейнерам и так далее. Может повлиять на рынок в целом. Давайте все это обсудим сейчас. У нас есть 20 минут. По скайпу подключаются Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана, и Виктор Асланов, председатель Союза поливодов также страны. Я вас всех приветствую, коллеги. Ну, если можно, господин Асланов, давайте с вас начнем. Что настолько серьезно, да, это большой риск сейчас. Вы эту информацию уже, наверное, изучали? Да, конечно, изучали. Ну, на самом деле, Казахстан-то под вторичными санкциями, под косвенными санкциями. Кому как удобно, пусть называют, давно уже. То есть для потребителя, например, самый близкий пример. Как у нас Макдональдс называется. И у нас в отрасли, в АПК, таких примеров множество. То есть довести товар до Европы, это можно, вот Евгений Александрович здесь присутствует, он больше об этом может рассказать. Это связано с большими, во-первых, затратами, во-вторых, с большой, какой-то такой, утяжеленной по максимуму логистической цепочкой. По новой пошлины, это, собственно говоря, новая вводная, и, скорее всего, это очередное, скажем так, снижение цен для, ну да, для производителей. Вы абсолютно правы, Данил, для производителей в первую очередь. Насколько серьезно это все ударит по... В Европе не будут смотреть там... Ну, вообще-то зерно-то наше, понимаете, казахстанское, да, ну, при чем здесь Россия, Беларусь? Да, вот. Оно технически все равно же будет приходить с Россией. То есть мы, минуя Россию, никак туда не сможем привезти. То есть можем, конечно, но это будет гораздо сложнее маршруты практически на уровне фантастики. То есть сейчас уже можно говорить об убытках, которые фермеры, собственно, и будут нести за счет того, что вот такая ситуация у нас развивается? Ну, этот... Размеры пошлины еще же обсуждаются? Да. То есть пока введен только первый, скажем так, пакет этих... И вот на размер, собственно говоря, этих пошлин, насколько может далеко зайти Европа, будем смотреть. И, собственно, эти пошлины, это... Можно их смело отнимать от выручки фермеров. Размер этих пошлин. Это серьезно. Господин Гарабанов, пожалуйста, если можно, ваша позиция. Да, наша позиция как Зернового Союза, сразу когда эта ситуация образовалась, мы обратились с соответствующим письмом Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли, потому что наших экспортеров начали уведомлять европейские трейдеры о том, что вот такие риски есть. И это действительно риски есть, потому что для многих в Европе мы такая какая-то серая зона, вот господин Асланов сказал о вторичных санкциях, то есть они крайне настороженно относятся к Казахстану, а учитывая нашу открытость границы интеграцию с Российской Федерацией, это вызывает у них резонные опасения, а не поедет ли российская продукция через Казахстан под маркой казахстанской. И, соответственно, все, что движется через Российскую Федерацию, то может оказаться обложено пошлинами. Более того, допустим, если речь идет о перевалке в портах, а это наша твердая пшеница Дурум, это наш лен семенально переваливается в российских портах, где оформляются соответствующие российские сертификаты, то есть сертификаты происхождения, да, там указывается, что продукция произведена в Казахстане, но, тем не менее, российский порт, российские документы, оформленные на основании наших казахстанских, это, естественно, будет являться поводом существенным. Именно поэтому мы попросили наши госорганы компетентные вмешаться в эту ситуацию для того, чтобы избежать этих рисков для нас. Что касается цифр, за последние три года, если мы говорим календарные года 21, 22, 23, мы отправили 467 тысяч тонн разной продукции на европейский рынок в 21 году, в 22 – 587 тысяч тонн и в 2023 – 866 тысяч тонн. То есть устойчивый рост и сумма за 2023 год – 261 миллион долларов. Основная продукция, которая поставляется в ЕС – это твердая пшеница, дуру, это семена льна, также мягкая пшеница хайпро, немножко семена рапса, немножко соевые бобы, ну и в последние годы уже идут поставки жмыхи из семян рапса, жмых из семян льна. То есть это достаточно, достаточно, скажем, серьезные объемы для нашего рынка. И эти потери, они будут крайне болезненными. Господин Исланов, пожалуйста, если можно, вот вы сейчас цифры, собственно, услышали, мы, точнее, услышали. Получается, это все мы потеряем, что ли? Вот этот европейский рынок для нас теперь закрыт? Будет? Нет, не потеряем, конечно. Мы просто обязаны будем заплатить вот этот вот вход в премьер-лигу в виде пошлина. Я бы здесь сказал еще, знаете, о чем? Что вот то, что Евгений Александрович перечислил, это такие, знаете, премиальные продукты. Мы потеряем, скажем так, необходимость производить какие-то вкусности. То есть европейский рынок – это так называемый рынок quality sensitive, чувствительный к качеству. И чтобы соответствовать их запросам, надо что-то производить прям такое классное, с хорошими технологиями и так далее. То есть главный риск, мне кажется, для АПК вот в этом, что мы можем растерять навыки. При всем уважении ко всем остальным нашим партнерам, премиум качество все-таки поставляется в первую очередь на Европу. А мы можем, да, за счет того, что у нас идет рост экспорта последние годы, за счет того, что наша пшеница, насколько я знаю, в Европе ценится, за счет того, что это органический продукт, если я не ошибаюсь. Мы можем каким-то образом с европейцами договориться? У вас какие-то идеи есть? Ну, я не знаю. Есть идеи, да. Нужно, во-первых, проводить серию консультаций, да, вот о чем Зерновой Союз предлагал. Должна быть серия консультаций с Евросоюзом, наших там, в первую очередь, Министерства торговли. Они должны этим заниматься. И, скорее всего, как я думаю, и Евгений Александрович наверняка согласится, европейцы потребуют более четких цифр по нашему взаимной торговле. То есть РФ, Казахстан. А у нас их нет, к сожалению. И мы почему-то ими очень слабо занимались. Мы установили, что у нас свободный рынок, свободный доступ товаров, про пересечение границы свободных товаров. И как бы на этом остановились. Но знать, сколько товаров мы обязаны пересекать в ту или иную сторону. И европейцы, конечно же, нам на это укажут. Интересно. У вас какая перспективность, господин Караманов? Что вы сейчас видите? Мы попробовали получить комментарии у Министерства торговли, у Министерства сельского хозяйства. Они пока молчат. Позиция правительства нашего должна здесь быть высказана или нет? Безусловно. Позицию наши чиновники донесли до Еврокомиссии. Сейчас будут консультации. Насколько я знаю, в ближайшее время в Литве будут консультации по этому вопросу. Был задан ряд вопросов. В первую очередь их интересовали возможности альтернативных наших маршрутов по Срединному Каспийскому коридору. Но там очень слабая инфраструктура и очень дорого получится. То есть получится то же самое практически, что и пошлины, плюс абсолютно неразвитая инфраструктура. В грузинских портах по Тибатуми достаточно серьезные проблемы с транспортировкой через Каспий. То есть это зависимость от навигации, это двойные перегрузки, это дополнительные перевалки. Это и потери, и затраты, и возможность ухудшения качества зерна. То есть у нас по большому счету альтернативного маршрута как такового нет. И именно поэтому мы говорим о том, что необходимо отстаивать наши интересы. Вполне возможно, что Еврокомиссия потребует каких-то гарантий, каких-то механизмов для того, чтобы российская продукция под маркой казахстанской не попадала на этот рынок. И мы опять упираемся в то, что... На каждом зерне печать не поставишь, да? То, о чем мы говорили. То есть необходима система госучета прослеживаемости движения продукции. Вот и все. То есть, а мы ее до сих пор не создали. То есть мы опять уперлись. Если бы она была, мы бы могли сказать, нет, у нас все четко, у нас все чисто, мы весь импорт видим, мы весь экспорт видим, мы видим, что у нас производится, мы видим, что у нас завозится и так далее. Пока мы, ну, к сожалению, да, мы можем сказать, но доказать это мы не можем. Вячеслав Асланов, как вы оцениваете позиции нашего правительства по данному вопросу? И какие надежды у вас? Трудный вопрос, да? Сложновато. Сложновато. Я же не правительство. Что вы ждете от нашего правительства? Будем так говорить, что мы не слышали, да, что... Ну, хорошо, расскажите, да, скажите, как это повлияет на фермера. Давайте проще. Как это повлияет на фермера? Вот есть там перспективный рынок, экспорт, рост, тут бабах сейчас пошлины вводят, и всех под ног ребенку. Вот такая перспектива. Вот как это повлияет на отдельного фермера, на рынок повлияет, на цены как повлияет? Ну, приведите пример. Цифров, что это значит? Фермер что потеряет? Бюджет, площадь не сократит? Еще что-то? Площадь, возможно, да, мы сократим, потому что сокращается спрос. Ну, не знаю, вот сколько у нас... Сейчас у нас выровнялось, что лен, да, это основная, скажем так, экспортная позиция на Европу. Мы 50-50 его отправляем, то есть половина в Европу, ну, условно, да, половина в Китай. Ну, и вот, собственно, половина нашего экспорта, половина нашего производства, половина нашего площадей остаются под таким вот большим вопросом. То есть если это будет, там, скажем, грозились, да, 95 евро, да, вменить пошлину, 95 евро, с учетом того, что мы экспорт уже дорогой отправляем, все эти перевалки, да, все эти уходы, там, от этих санкций, там и так далее, мы уже с большим дисконтом лен отправляем в ЕС. То есть у нас уже дешевле, а Китай, да, второй партнер, он смотрит на это и понимает, что ни нам, ни Европе некуда деваться, и цены диктует уже исходя из того, что у нас получилось с Европой. То есть вот эта конкуренция уже ломается, и, соответственно, тут нельзя сказать, что мы станем меньше сеять, мы станем меньше, дешевле продавать и туда, и туда. Китай тоже как бы... Мы не можем этот объем перенаправить в другое русло, в другие рынки. А куда, все это, у нас два основных импортера льна вообще в мире, это вот Европа и Китай, больше особо его никто, ну, по чуть-чуть совсем берет. Да, пожалуйста, если можно, Возьмите Громанов, мы завершаем, у нас 4 минуты осталось. Да, да, абсолютно, абсолютно верно, только я хотел бы поправить, 95 евро это на твердую пшеницу пошлина обсуждается, А на семена льна обсуждается, вообще на масличный, до 50% от таможенной стоимости. Поэтапно. То есть первый год 10%, второй год 25% и третий год 50%. Почему поэтапно? Потому что сильно чувствительна Европа к семенам льна, и если разом ввести такую пошлину, то европейская продукция, они прекрасно понимают, будет неконкурентоспособна относительно китайской, канадской продукции и так далее. Именно поэтому они поэтапно, в надежде, что, скажем, другие игроки, да, начнут сеять. Вот то, о чем Виктор Сергеевич сказал. То есть мы просто два варианта, да, либо нам дешевле его продавать, либо мы перестанем производить лен и будут производить другие игроки. А сколько мы говорили о том, что надо нам диверсифицировать посевы, что не только там рис, не только пшеница, нам надо что-то другое. И теперь вот такой удар, да, под дых, что называется. Да, интересная ситуация складывается. Что пишут? Смотрите, если все останется в стране, это хорошо, у нас на рынке упадут цены. Такое есть комментарии. Так, мне кажется, введение импортных пошлин на зерно из Казахстана может негативно отразиться на ценах продуктов в Европе. Ну, Европа, понятно. Далее, нужно учитывать экологические аспекты производства зерна, однако необходимо ввести тщательный анализ последствий принятого решения. Что-то прокомментируете, да, и сказано. Вот, кстати, по внутреннему рынку, если все останется, у нас цены упадут. Пусть каждый, кто смотрит нас сейчас, вспомнит, когда он в последний раз льняное масло покупал и потреблял у себя дома. Или ел семенально, в чистом мире. Или ел семенально. Да, 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 ситуация. Возвращение микроскопическое у нас в Казахстане, это экспортная, сугубо экспортная культура. И никто тут не пострадает на три стороны от того, что будет этот льон у нас, не будет. Фермеры просто меньше будут зарабатывать, значительно меньше. Это такая культура, которая у нас очень часто становится палочкой-вручалочкой. В принципе, для сельхозпроизводителя, для фермера. Потому что она стоит хорошо, учились мы ее сеять там и так далее. Ну, будем надеяться, что наше правительство, нашим министерствам удастся провести какие-то конструктивные переговоры и решить этот вопрос. Вообще, раньше такое было в практике, не вспомните, мы продавливали свои решения для коллег-европейцев. С удовольствием они идут на это или нет? Или проблемно? По-моему, не было этих прецедентов, на моей памяти точно. 30-летней памяти. Галаксифон, в самом деле, это было явно. Ну, мы же ничего не продавили. Мы ничего не продавили. Ни кислоту, ни пестициды, ничего. То есть, мы ничего не можем продавить. Извините, мы в Еврозес ничего не можем продавить? Чего уже говорить про Евросоюз? Мы свои интересы в Еврозес не можем отстоять? Ну, все-таки надежда какая-то есть у вас? Давайте на какое, на минорной или на мажорной ноте закончим. У нас эфир, все, уже время выходит. Какая надежда осталась? Надежда умирает последней. На это надеемся и уповаем. На здравый смысл наших... Мы за справедливость. Европейцы, если там вводят какие-то пошлины, то не против нашего зерна и не против нашего товара бы это все играло. Конечно, нет. Но вот этот подзатыльник, он должен все-таки решающий какой-то этот сделать. Выводы какие-то мы должны получить. И, наконец-таки, наладить учет, пересечение товаров по нашей границе. Это мессельхоз должен сделать? Это базово. Вряд ли мессельхоз, это все-таки торговля. Торговля, да? Хорошо. Спасибо большое вам за вашу позицию. Будем следить, как будет развиваться эта ситуация. Надеюсь, все обойдется. Удачи и успехов вам. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин